Приветствую вас! Вы знаете, вот я помню, отвечал на ваш прошлый вопрос, который вы задавали, он был примерно такой же, такого же типа. Обещал я вам достаточно подробно, вот, не совсем понятно мне, прослушали вы его, не прослушали вы его, вот, сделали ли вы выводы какие-то, или не сделали вы выводы какие-то, вот, судя по тому, что я увидел, личные консультации вы не брали у специалистов. Что, безусловно, не хорошо, потому что вы показываете признаки созависимости, вот, а созависимость это такая история, с которой, ну, нужно работать непосредственно вживую, вот. То есть, непосредственно через обратную связь, вот. Значит, смотрите, вы пишете, как перестать строить в голове иллюзию, что он вернёт, и главное, изменится по доброй воле, осознав, что хочет строить семью. Здесь есть сразу два аспекта, которые необходимо заметить. Первый аспект заключается в том, что у вас есть иллюзия, что он вернёт, да, то есть вы хотите, чтобы он вернулся, хотите, чтобы он был с вами, вот. И это скорее вопрос, для чего, почему вы хотите, что вам не хватает, что вам нужно от мужчины. Откуда такое желание, чтобы он вернулся, да? Вот. Это первое. И второе, это то, что вы хотите, чтобы он поменялся, чтобы он изменился, изменился, да ещё и по доброй воле вы хотите, чтобы он изменился, да ещё и по доброй воле. То есть, таким, какой он сейчас, да, вы его принимать не готовы. Любовь ли это, если вы не готовы его принимать, таким, какой он вот есть сейчас? Вот это большой вопрос, потому что, ну, вообще-то любовь, это полное принятие человека, вот. Поскольку вы его не принимаете, то, соответственно, можно говорить о том, что вы его не любите. Или помимо любви, да, помимо любви здесь есть, ну, что-то ещё. То есть, помимо ваших чувств, вашего чувства, любви здесь есть что-то ещё, о чём вы, ну, так или иначе, например, не говорите, о чём вы не рассказываете, вот. Но вот этого главного условия для построения отношений, когда люди принимают другими, другого, ну, других, точнее, такими, какими они являются, у вас них у вас нет. И, опять же, я могу понять, почему вы не можете принять, потому что это есть собственные желания. В данном случае, ваши собственные желания, они, как бы, мешают это сделать. То есть, вам нужна семья, я так понимаю, вы видите, что вас одна, что хочет строить семью. То есть, видите, семья нужна вам, а ответственным за это молодой человек. А вам семья зачем? Тогда уж, получается. Ну, можно задать такой вопрос, да, зачем вам семья нужна? В таком случае. То есть, для чего она, для чего она вам нужна семья? Чтобы что? Что вы, что вы хотите, хотите получить от семьи своей? Почему для вас это так важно? Чтобы он захотел строить семью. Ведь важно же, правильно? Надо понять только, чем важно. Дальше. Мой бывший молодой человек жалуется, что я не спасаю наши отношения. Ну, вообще говоря, спасать отношения вы не должны, вы не спасите. Поэтому то, что вы не спасаете отношения, это правильно. То, что именно не спасаете отношения. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Именно то, что вы не спасаете отношения, является верным. А вот то, что вы, возможно, не принимаете человека таким, как он есть. Это да. Эта проблема достаточно серьезная. То есть, тут я думаю, что молодой человек, ну, скорее всего, прав, что вы действительно его не принимаете таким, какой он есть. Вопрос, конечно, заключается только в том, было ли так всегда или это началось только вот спустя какое-то время. Дальше, значит, не принимаю таким, как он есть. А именно, хочет ходить на выходные с друзьями по клубам, меня с собой не берет. Ну, опять же, опять же, в этом желании, да, вот именно, желание ходить с друзьями по клубам, ничего такого нет. Это нормальное, естественное желание, мужчина. Вот. Это нормальное, естественное желание провести время с друзьями. Другое дело, как вас задевает то, что он не берет вас с собой. В чем конкретно проблема? Вы же понимаете, что проблема ваша, что вы негативно это воспринимаете. Очень важный пункт в этой истории еще такой, было ли так всегда. То есть, всегда ли он хотел ходить по клубам с друзьями и не брать вас. Если хотел всегда, так, ну, опять же, вы знали, с кем связывались, да. И, соответственно, если вы в отношении с этим человеком вступили, если вступили в отношения, то, ну, наверное, вы, ну, на что-то рассчитывали, наверное. Чего-то, 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 чего-то отрезали. Вот. Наверное, думали, что он изменится. Вот. Почему-то, почему-то вы так считали, что он изменится, что он поменяет. Вот. Правда, почему вы так считали и что указывало на то, что он изменится, это уже немножечко другая история. Дальше. Итак. Со мной приводит время. Некогда снимать квартиру и жить вместе не хочется, но тяжело и зарплата не позволяет. Все складывается в семью, которая выросла. Она, она, сестра, племянница. Раньше так не было. А после чего тогда все изменилось, если раньше так не было. Но ведь очевидно же, да, что что-то поменялось. Очевидно же, да, что все равно стало по-другому. Вот раньше было не так. Значит, в результате каких-то событий, да, в результате каких-то историй, каких-то происшествий, его отношение к вам изменилось. Ну вот, нужно понять, значит, что изменилось конкретно. Нужно понять, что изменилось, почему он стал вести себя по-другому с вами. Вот. Ведь и вы, в том числе, ответственны за это, за то, что он стал вести себя по-другому. Понимаете? Да. То есть я, конечно, допускаю тот факт, что у мужчины тоже была какая-то своя стратегия. Но и вы ответственны за то, что вот так стало происходить. Вопрос только в том, чтобы увидеть именно свою ответственность. Пусть я год поняла, что нет у человека желания создавать семью. А откуда такое внимание к семье, видите? Вот откуда такое, ну, желание создавать семью? Откуда, скажем так, такое внимание-внимание к семье, если угодно? Ведь, наверное, вы понимаете, что здесь вы выступаете как человек, который, ну, в большей степени заинтересован в том, чтобы создать семью. То есть вы заинтересованы в том, чтобы добиться, достичь того, чего парень, судя по всему, да, не хочет. Вот. Понимаете, какая история? То есть вот определите для себя это. Ну, сделал мужчина предложение, ну, хорошо. Понимаете, а если для вас важно счастье человека, в данном случае вот мужчины, то вы понимаете, что ему тяжело и что он, там, действительно, сейчас испытывает чувство вины перед своей семьей за то, что они его, там, ну, воспитали, да, зато они вырастили там и так далее. Вот. Кто знает, может быть, это действительно так. Мы же, мы же этого не знаем. Вот. Если вы, если вы ориентируетесь на себя, то нужно себе честно признаться в том, что я хочу семью и что, например, мне, в общем и целом, все равно с кем ее создавать, лишь бы создать. Вот. То есть мне все равно. Я, кажется, создать семью. Ну, так вам нужно, все, что вам нужно сделать, это просто идти к этой цели. К цели создания семьи. И все. Знаете? Вот. Вы либо это делаете, либо вы на это застряете свое внимание и целенаправленно идете к своей цели. Либо у вас постоянно будут какие-то отвлекающие факторы, которые вообще никак не будут относиться к делу. Ну, и к начальному делу. Вот. То есть определите со своими приоритетами, какие они у вас, эти приоритеты. Если приоритет, скажем, счастье человека, да, приоритет, ну, допустим, то хорошо. Тогда вам действительно нужно его принять таким, как он есть. Потому что, ну, без этого, ну, без этого никак, никак не получится. Вот. А если вы хотите семью, да, если вы хотите семью, ну, так, в таком случае, если вы хотите семью, то вам нужно целенаправленно к этому идти. И не ждать, что мужчина сделает для вас это. И вообще, вот так, ну, подумать. Вы хотите семью, а по воле вы выбрали человека для семьи. Он вообще, подходит ли он для создания семьи? Давайте. Вот. То есть вам нужно увидеть, увидеть значение семьи для вас. чтобы с одной стороны не ждать постоянно от кого-то реализации этого желания, да, и с другой стороны иметь четкие цели. И планы их достижения. Ну, план достижения цели я имею ввиду. Вот. А других вариантов тут, к сожалению, нет и быть не может. Никак. Пока что вы находитесь в очень зависимой позиции от молодого человека. Вот. И здесь может быть просто как желание семьи, да, то есть, ну, просто как отдельное желание семьи в этом, в этом, в принципе, нет ничего ненормального, да. То есть, ну, вы хотите семью, вы, в принципе, вполне имеете право ее хотеть. Вот. Просто нужно, ну, более адекватно подойти к этому вопросу, да, чтобы это не было чем-то, что вам, допустим, ну, вредит, да. Вот. И все. И все. Как бы. История здесь, она именно вот, такая история здесь, она именно, именно в этом. Дальше. А, так. Головой понимаю, что тянет не туда, не к тому человеку. А какой тот человек? Лидия. Вот. Вот какой тот человек, по вашему мнению, по вашему человек, по вашему мнению, тот человек, это какой? Это кто? Вот. То есть, определите для себя, для себя это, пожалуйста. То есть, очень важно, чтобы вы ответили себе на вопрос, какой человек тот? Что из себя представляет тот человек? Как вы определите, тот человек или не тот человек? Критерии. Критерии. Критерии какие у вас? Того или, соответственно, не того человека? Нужно это определить. Нужно это знать? Да, нужно. Да, необходимо. Необходимо четко видеть для себя партнера. Чтобы не было такого, что, например, вы ждете от, ну, от мужчины, да, того, что он вам, ну, допустим, дать не может, вот, в силу объективных обстоятельств. Ну, это можно назвать объективными обстоятельствами, то, что вот сейчас происходит. Ну, вот. Хотя не исключено, не исключено, что и ваше поведение сыграло определенную роль в его изменении. То есть, вы, вероятно, довольно часто говорили ему о том, что вы хотите семью, но вот это его расслабило. Это его расслабило, и он просто решил, что бояться того, что вы уйдете, ну, не следует, вы не уйдете никуда от него. Вот. А худшее, что вы можете сделать для мужчины, это дать ему понять, что он, ну, находится в безопасности. То, что он может расслабиться, что он может перестать вдвоевывать свою женщину, свою женщину. Вот. Это тоже важный, важный аспект, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Когда вы говорите о том, что сердце рвется в прошлую жизнь, я, конечно, понимаю вас, я понимаю на бытовом уровне, на бытовом, на житейском уровне, я понимаю, что вы имеете в виду, но давайте все-таки развеемся более подробно. С чего хочет сердце, в чем оно нуждается? Ведь очевидно, что нужда есть, какая, в чем, понимаете? Вот. То есть вам эти аспекты нужно выделить для себя, без них, без данных аспектов ситуация не будет развращена. Потому что вы не будете отдавать себе отсчета в том, каковы ваши желания, а если вы не будете отдавать себе отсчета в том, каковы ваши желания, вы не сможете это контролировать. вот. Понимаете? Какая история. Так что здесь, мне кажется, необходимо вот в этом направлении тоже подумать и как-то что-то для себя выявить, решить, выработать и так далее. Вот. Ну, возможно, да, возможно, с помощью психолога. Потому что сами вы с этим не справитесь. Очевидно, что проблема, она системная, очевидно, что проблема появилась не первый день, да. Вот. И, очевидно, что паттерны поведения у вас достаточно выработаны. Вот. Вы пишите, что расставание, разумеется, не так много времени прошло, всего 4 дня. Людей, а скажите, пожалуйста, почему «разумеется»? То есть, вот, разумеется, откуда, ну, конкретно, вот, откуда, разумеется, берет свое начало. То есть, не кажется ли вам несколько странным тот факт, что прошло всего лишь 4 дня, вы обращаетесь к нам? То есть, ну, это нормально, что вы сгучаете мужчине? Нет, нормально. Потому что, ну, после расставания, люди всегда скучают, это здоровое чувство. Понимаете? Это здоровое чувство, вы не привыкли жить без него, и вам нужно вас привыкать заново, ну, как бы, действовать самостоятельно. Вот. То есть, какое значение вы вкладываете в слово «разумеется»? здесь вот. Вот это то, что вам необходимо исследовать, так же, для себя. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Играйте! Играйте! Продолжение следует...